Добрый день, мои дорогие друзья! Добрый день, мои дорогие зрители! Я снова приветствую вас на своем канале, посвященном коллекционированию винтажных украшений. И при огромной радостью представлю вам несколько позиций, которые я вчера нашла на гараж-сейлах. Так, некоторые из этих позиций уже, кстати, выложены в магазин, и даже одна из них уже поставлена на бронь. Поэтому будьте внимательны при оплате, обращайте внимание на статус изделия. Если это украшение забронировано, пожалуйста, не проводите оплату, потому что деньги за такую оплату обязательно верну. Буду возвращать. Почему? Потому что чаще всего на резерв ставят украшения дилера. Дилера, который затем перепродает эти украшения кому-то другому. Вот еще раз такая странная просьба. Прошу не оплачивать украшения те, которые зарезервированы. Так, и начнем с кольца. В первую очередь я хочу продемонстрировать вам вот это большое крупное кольцо от Сары Ковентри. Казалось бы, посмотрите, какая у него стилистика, насколько оно модное, насколько оно своевременное, современное, так скажем. Но нужно учитывать, что это кольцо было сделано в 1972 году, и коллекция называется Клеопатра. То есть данное кольцо достаточно крупное, несмотря, так скажем даже, что это такое яркое коктейльное кольцо. Но кольцо на тонкий пальчик, несмотря на то, что это кольцо с регулировкой. Которую, кстати, вы можете увидеть, как это кольцо регулируется на фотографиях, потому что это кольцо уже выложено в магазин. Магазин на эти, ссылку на магазин я дам внизу к описанию к этому видео. Так вот, несмотря на то, что кольцо из коллекции 1972 года, оно практически в идеальном состоянии. Я не вижу здесь каких-то больших, крупных царапин. То есть его, возможно, нужно немножечко подполировать. Кольцо, мне кажется, что это родиум плейтед, то есть это покрытие родиумом. Очень красивое кольцо, очень стильное, очень нарядное. На камне нет никаких повреждений. Следующая позиция тоже у Цары Ковентри и тоже где-то конец 70-х, я сейчас точно не помню, либо начало 80-х коллекция называется, сережки из коллекции, которые называются Контесса. Как вы знаете, в этой коллекции есть очень красивая брошь. И в этих сережках, в этих клипсах тоже присутствуют искусственные кабошоны в стиле опал. И здесь также есть кристаллы Сваровски зеленого цвета. Очень красивая позиция, они в магазине есть. Про забронированную брошь, как я сказала ранее, это именно вот эта голубая брошечка, которая сделана в Австрии где-то в 50-х годах. Она уже поставлена на резерв. Следующая позиция, я ее пока еще не сфотографировала, это такой браслет. Браслет с очень темно-синими камнями, который смотрится как глубокий, глубокого темного синего цвета сапфиры. Но никакой маркировки по, что это золото, это серебро, покрытое золотом, я не нашла. И к тому же нет никакой маркировки, допустим, типа чайного, такой маркировки нет. То есть браслет неопознанный, но невероятно красивый. Очень красивый серебристый цвет в сочетании с золотом. Качество покрытия идеальное. Следующая позиция, это вот такие часики. Часики, кстати, маркированы. Маркировка на них Swiss Made, то есть это часики сделаны в Швейцарии. Но нужно отметить, что часики тикают, но стрелки не переводятся. Поэтому эти часы я буду продавать как подвеску, то есть как украшение. Эти часы нужно либо очистить для того, чтобы их привести в нормальное состояние. Поэтому по качеству работы часов я ничего вам не могу сказать. Но что меня привлекло в этом украшении? Качество покрытия. Очень красивые, темные, сапфировые. Даже, так скажем, аметистовые, вернее, нужно сказать, аметистовые кристаллы сваровские. И большие, вот такие крупные, прозрачные кристаллы сваровские. Стекло часов очень интересно подгравировано. То есть очень интересная позиция. Думаю, что это где-то 70-е. И еще одна висичка, которая, возможно, порадует своих поклонниц. Это духи, твердые духи от компании Cartier. Духи эти лежали у меня, может быть, года 3. Покупала их в совершенно новом состоянии. Но у меня был в гостях очень любопытный малыш, который поковырял своим пальчиком. Попробовал на запах эти духи. И поэтому вот на поверхности духов есть такое небольшое повреждение. Имейте в виду, что я их буду продавать именно в таком состоянии. На упаковке, на самой коробочке, на самом футляре для этих твердых духов, для этого твердого парфюма, повреждений нет. Они в идеальном состоянии работают великолепно. То есть это вот закрывается, поворачивается крышечка. Вот такая позиция. Нужно отметить, что духам явно не 100 лет. То есть они достаточно современные. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам удачных находок. Удачных, красивых, новых дополнений в вашей коллекции. Всего вам доброго. До новых встреч на моем канале. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки, если вам что-то понравилось. Пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok